Очередной жертвой мошенничества стала пожилая Нижнекамка. Ей на сотвой поступил звонок якобы от сына. Звонивший рассказал, что находится в полиции и передал трубку лжеследователю. Другой голос предложил уладить ситуацию за 200 тысяч рублей. В ходе диалога злоумышленники выяснили, что у будущей жертвы всего 15 тысяч. Ей предложили произвести пополнение заранее подготовленного телефонного номера через терминал. Женщина согласилась. После оплаты преступники потребовали еще доплатить 2000 рублей на другой номер. После перечисления денег связь прервалась. Женщина сразу позвонила своему сыну. Он ответил, что все у него в порядке, после чего пострадавшая обратилась в полицию. В Нижнекамске в ДТП пострадала женщина. 17 ноября на улице Менделеева напротив дома номер 41 водитель автобуса Нифас не предоставил преимущества пешеходу и совершил наезд на 59-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пострадавшая с различными травмами доставлена в больницу. Нижнекамец, не плативший алименты, отправился в колонию. Полгода лишения свободы получил 44-летний мужчина, уклонявшийся от уплаты с 2013 года. За это время наш земляк задолжал дочери более 160 тысяч рублей. Подсудимый вину полностью признал. В Татарстане самогонщики организовали производство контрафактного алкоголя. Оперативники выяснили, что свою продукцию нарушители весьма успешно продавали в нескольких районах Татарстана, в том числе и Нижнекамске. Организатор подпольного бизнеса покупал спиртосодержащую жидкость в Ульяновской области и на грузовой «Газели» крупными партиями привозил ее в Казань. Полицейские изъяли более полутора тысяч литров суррогатного алкоголя. Сейчас трое из восьми фигурантов уголовного дела находятся под домашним арестом. Остальным суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Нетрезвый челнинец решил сократить дорогу через водоем и оказался в реанимации. Рано утром в Автограде на реке Меликеска под лед ушел молодой человек. Ему на помощь вовремя подоспели очевидцы, которые и вызвали спасателей. Те, в свою очередь, оказали экстренную помощь пострадавшему. Сотрудники МЧС предупреждают, лед на водоемах Татарстана еще очень тонкий и выходить на него опасно. С начала года при участии сотрудников ОМОН МВД по республике Татарстан задержано 98 подозреваемых в совершении преступлений. В ходе проведенных спецопераций при участии ОМОНа из незаконного оборота изъято 22 единицы огнестрельного оружия, 743 единицы боеприпасов, 5 килограммов самодельных взрывных веществ, порядка 40 граммов наркотических средств, 44 поддельных пятитысячных денежных купюр. Изъято почти 18 тысяч литров фальсифицированной алкогольной продукции и 164 различных игровых аппарата.